Вы знаете, она родом из этой деревни Михалёва. У ней дедушка был священник, у церкви служил. И что интересно, меня дедушка крестил. И это стихотворение называется, оно «Моей забытой деревней Михалёва». Сейчас, я вам почитаю эту книгу. Это Московская область, или? Нет, это Ярославская. Мы как-то ещё с Любой как-то собирались. Думаю, Люба, давай сей, она там ещё не была съездить под данную родину её вместе. «Моей забытой деревней Михалёва». Вышитая белая скотёрка, самовар пузатый на столе. Жил дедуля по фамилии Тёркин в небольшом, не потерянном селе. Мягкая в развалочку походка, тёплая улыбка на лице. От прямых волос до подбородка находил его черты в отце. Чаплинские усики смешны, как наследство двояных лет. Помнил ясно годы боевые, котелки и в симе лазарет. Я любил его протяжный голос. Ярославский говорок на Олку. Дед прошёл сквозь дым войны и голод. Был свидетель первого кино. Помню запах ведливой мохорки. Скрутки кожи их ножек из газет. На окошке простенькие шторки. Во дворе духалистый клозет. Не варили кашу в русской печке, где кипели крыльки-горшки. Жадно собирал, вернувшись с речки, с молока топлёного вершки. Маятник уходиков с кукушкой. По ночам стучал, как метроном. Спал бабнинку с простенькой игрушкой на перине безмятежным сном. Забегал на ферму к бабнюше, погонять объевшихся коров. Баби сплетни у бидонов слушал, созерцая чистоту врагов. Дед меня катал на волокушах. На коне покладистым верхом, а под вечер в старенькой конюшне Мы кормили лошадей зерном. Всё прошло. Давным-давно отпели. Петухи на зорьке чумовой. Дух деревни въелся с колыбели. Словно Англия. Где-то. Браво! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!